снова здравствуйте мы сегодня продолжаем раздел русского языка орфографию и сегодня 10 заданий егэ демонстрационный вариант 10 10 заданий укажите варианты ответов в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква запишите номера ответов и дается пять вариантов ответа нам нужно выбрать номера ответов значит несколько чтобы выполнить это задание 10 нам нужен алгоритм и какой алгоритм внимательно прочитать какие слова даны выделить приставки 3 вспомнить правила и применить их конечно лучше работать по принципу от простых правил к сложным что нужно знать неизменяемые приставки мы с вами знаем что приставки делятся на несколько групп и первая группа это у нас неизменяемые приставки приставки оканчивающиеся на за из приставки при и при написании и твердого знака после приставок и каждое правило каждую группу приставок мы с вами посмотрим неизменяемые приставки что это такое вспомним неизменяемые приставки это приставки которые не будут меняться например о мы не скажем а кликнул мы произнесем а кликнул но напишем о кликнул потому что это неизменяемая приставка убежал вот обратите внимание я перечислять каждую приставку сейчас не буду но черным жирным шрифтом они выделены поэтому их нужно конечно же запомнить следующие приставки это приставки на за из на эти приставки нужно обращать внимание очень очень тщательно почему потому что человек здесь может допустить ошибку написать за или с как быть что делать написание таких приставок вот это правило вам дано зависит от глухости и звонкости последующего согласного если после приставок следует звонкий звонкий-звонкий согласный то приставка заканчивается на за если глухой то на с например это какие приставки которые заканчиваются на за из и вот они в кружочке вам даны в овале на без или без воз воз или воз и надо запомнить что приставки за нет например несговорчивый сделать мы произносим и сделать но пишем сделать почему потому что приставки за нет я здесь хочу привести показать подсказку дать обычно выпускники забывают как определять звонкость глухость звука но для того чтобы запомнить глухость звонкость звука и предлагаю вам два предложения первое предложение фока хочешь ты поесть шец что такое шец это щи смотрим второе предложение ой а мы же не говорили или же не забывали о друге и что мы делаем с этими двумя предложениями легче конечно запомнить два предложения убрать все гласные если мы уберем все гласные останутся согласные и вот эти согласные первое предложение они будут глухие а вот эти звонкие таким образом если вы напишете вот эти два предложения в черновике сидя на экзамене вы не запутаетесь какой звук глухой был а какой звонкий и попробуем на практике безмерный здесь мы смотрим за или с как быть что делать если после приставки у нас звук звонкий м смотрим м вот она буква м соответственно звонкий значит здесь на конце приставки мы пишем за безмерный всплеск п после приставки смотрим п п глухая буква поэтому здесь напишем с глухую возвращать за потому что в звонкой восхищение то же самое после приставки глухая и рассешенный тоже глухая буква с теперь следующая приставка это при при очень часто здесь тоже люди допускают ошибки хотя вот эту приставку при при мы в девятом классе изучали на угэ основной госэкзамен когда вы сдавали в девятом классе это тоже есть приставки при при нужно смотреть на значение слов при когда пишем присоединение приближение прибавление или же не полнота действий не полнота действий то есть ты движение делаешь не Не полностью, а чуть-чуть, в значении чуть-чуть. Например, приоткрыть. Дверь я не полностью открываю, а чуть-чуть приоткрываю. Присесть. То есть не полностью сижу, а присела. И в значении близость, то есть рядом. Приморский, то есть рядом с морем. Прешкольный. Рядом со школой. Доведение действия до конца, совершение действий в чьих-либо интересах. Припрятать, придумать, приберечь. Тогда мы с вами пишем при. А когда же пишем пре? Пре мы с вами пишем, если это высшая степень проявления какого-либо качества. То есть превосходная степень. Пре милый, то есть очень милый. Презабавный, очень забавный. Тогда мы с вами пишем при приставку. Также второй пункт тоже, что и приставка пере. То есть пригрозить. Мы здесь не напишем при, а при должны написать. Почему? Потому что перегородка есть слово. Преобразовать, переделать. А если преступник, да, переступил закон. Вот так нужно рассуждать. И я, значит, маленькую такую подсказочку дам. Чтобы не полностью выучить все вот эти присоединения, приближения, прибавления или же совершения действий, нужно выучить вот всего лишь первое и второе правило. А если не относится ни к первому, ни ко второму, то это будет приставка при. Есть такой тоже метод. но если вы хотите идеально все выучить, конечно же, советую и первое, и второе, и третье, и пятое. Есть, конечно же, исключение сложности у приставок при. Нужно запомнить слова. Здесь здоровье, низги не видно, это маленькие ловушки егэ. Обратите внимание также на слова расчет, расчетливость, бесчетный, рассчитывать. Смотрите, сколько здесь с, а здесь сколько с. И запомнить, нужно тоже слова разеянуть, разорить. Написание приставок раз, роз зависит от ударения. Здесь я вам дала приставки при и при, которые нужно запомнить, которые не поддаются правилам. Их много, но если вы будете читать, зрительная память, зрительная память все равно у человека, она уникальная, она все равно сохранится у вас в памяти. Также у нас последнее правило, это и, и после приставок. Пишем и или и после приставок. На гласную мы пишем играть, проиграть, то есть и. После приставок меж, сверх, контр, пандес, межинститутский, сверх, контр, пандес, тоже пишем и. И когда еще пишем и, пединститут в сложных словах, например, спортинвентарь. И пишем после приставки на согласную, то есть если приставка заканчивается согласной и превращается в и. Получается безымянное слово, да? Подыскать, искать превращается после приставки на согласную в и. Подыскать, предыюльская, вот, после согласной мы и превращаем в и. Твердый знак или мягкий знак? После приставок. После приставок на согласную, помним, да? Мы с вами пишем твердый знак перед опасными звуками Е, Ё, Ю, Я. Например, предюбилейный. Приставка на согласную заканчивается. Ю опасный звук мы знаем, да? Поэтому твердый знак пишем. Мягкий знак мы пишем, если входит не в корень. Например, в юга слова. Итак, демонстрационный вариант. Возвращаемся к началу нашей презентации. Мы теорию повторили. Теперь практика. Разбуженный. Смотрим, В, значит, это у нас звонкая, буква З пишем. Безграничный, Г, звонкая. Известить, В, звонкая. Соответственно, у нас ответом будет являться первое задание, первый вариант. Найспособнейший. Неизменяемое. На. Позавчера. Тоже. А. Надстройка. Тоже. А. Итак, ответом будет являться тогда один, два. Но мы не останавливаемся на этом. На экзамене нужно проверять. Сверх изысканно, межиздательский, предыдущий. Предыдущий меняется. Не подходит тогда третий вариант. Четвертый. Вот здесь хочу обратить внимание. Уважаемые выпускники. Если дано вам слово в скобках, значит, на нее надо обратиться. Обратить внимание. Скобка для чего? Для уточнения. То есть можно преследовать врага, прикупить, пришить пуговицу. Врага-то мы должны преследовать. Е. А здесь уже при и не подходит. Пятое. Подчеркнуть. Д. Надписать. Предписать. Подчеркнуть. Надписать. Предписать. Итак, ответом будет является 1, 2, 5. Предписать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...